Сколько из вас было на последней сессии, которую мы проводили? Причина такого вопроса в том, что я хочу сделать эту сессию более продуктивной. Окей. Хорошо. Если у вас есть вопросы, просто напишите в чат. Буду счастлив на них ответить. Сегодняшняя сессия будет немного коротче, чем обычно. У нас просто недоразумение по времени. Но я думаю, мы уложимся, если начнем без теоретического урока, который есть в последних двух или трех сессиях. Я хочу сегодня применить все это, все то, что мы изучили на живых рынках, в реальной торговле и анализе. Имеет смысл? Итак, если у вас есть рынки, которые вы хотите, чтобы я рассмотрел, то напишите. Иначе я пройду по своему списку рынков, и мы попробуем собрать пазл из основных рынков. Вы увидите, как мы применяем основанную на простых правилах стратегию. Когда я говорю простые, то это означает, что фактически правила стратегии очень простые. И это является вызовом для многих людей. Понятно? Конечно, если вы впервые на этой сессии, и для вас эта информация является новой. Я создал эту стратегию много лет назад, во время работы в торговом зале Чикарской товарной биржи. С ее помощью мы определяем реальный спрос и предложение на рынке. Определяем уровни, где спрос и предложение находятся в дисбалансе. Где есть существенные невыполненные ордера на продажу и покупку, реальный спрос и реальное предложение. Затем на графиках и рынках определяем большие пакеты выполненных ордеров. Мы знаем, что невыполненные ордера разворачивают цену, а выполненные облегчают движение цены. Давайте продолжим на графиках. Задали вопрос. Вы в качестве установки на часовом и четырехчасовом графике берете рост, база, рост и снижение, база снижение? Да, но мы можем брать и на других там фермов. Таким образом, это одна из картин дисбаланса спроса и предложения. Но ошибка, которую многие люди допускают. Они берут подобную картину, которую вы описали в своем вопросе. Они берут этот паттерн и думают, что это возможность. Но на самом деле не все из них являются возможностью. Мы пропускаем его через определенный фильтр. Понятно? Где он находится на большем том времени, на картине спроса и предложения? Он посередине или может быть на экстримумах спроса и предложения? Теперь мы могли бы посмотреть на это. Почему бы не начать с рассмотрения S&P? Итак, это уровень, который сработал вчера. Вы знаете, что я каждое утро провожу живую торговую сессию для нашей группы. Да, контекст это ключ. Точно, Майкл. Вот уровень на 29.84 и дошли примерно до 29.80. Это S&P. Вчера достигли уровень. Чтобы вас не запустить, давайте я уберу этот белый круг. Сверху. Сверху. И сюда. Итак, это наша зона спроса. Правильно? Теперь, если вы посмотрите на эту картину прямо тут. Давайте изменим цвет. И давайте посмотрим на 5-минутные графики, 10-минутные и любой другой, который вы бы хотели. Помещу его рядом с этим. Что представляет из себя желтая область? Выполненные ордера или невыполненные? Что бы вы сказали? Выполненные или невыполненные ордера в желтой области? Правильно. Спрос. У нас есть значительное количество невыполненных ордеров. У нас в этой области есть паттерн. У нас есть усилители, возможности и все такое. Окей? Что относительно белой области? Эта ценовая активность представляет выполненные или невыполненные ордера? Выполненные ордера. Да. Итак, невыполненные ордера заставляют цену разворачиваться, как здесь. А выполненные ордера помогают движению цены. Итак, теперь посмотрите на 5-минутный график. Видите ли вы здесь зоны спроса? Какую-нибудь область здесь? Видите какие-нибудь зоны спроса? Если видите, то назовите цифры.